Музыка На днях в городе Бречень состоялся первый зональный конкурс строителей-отделочников региона. Организаторами выступили строительная фирма Vista Const совместно с широко известной Молдовой фирмой Supraten. Для участия в конкурсе зарегистрировалось более 20 человек. Гостями были примары населенных пунктов, руководители предприятий, в том числе сельскохозяйственных и строительных, мастера-отделочники из региона. Открыл мероприятие генеральный директор фирмы Vista Const Табуйко Валерий Иванович, который рассказал о целях конкурса и его содержании. Директор маркетинга фирмы Supraten Степан Георгиевич Красковский в этом контексте отметил важность сотрудничества строительных фирм, магазинов и самих строителей. Директор магазина интерьер Бречень Малашала рассказал о возможностях для клиентов магазина, имеющих дискоттные карточки, которые получили все участники конкурса и гости. Затем началась аттестация и закрепление за участниками конкурса рабочих мест, необходимого инструмента и отделочных материалов, подготовленных сотрудниками фирмы Supraten. После инструктажа по условиям и правилам конкурса началась работа. В числе многочисленных зрителей, болельщиков на конкурсе было немало семейных пар, тех, кто занимается отделочными работами в качестве профессионалов-самоучек, а также тех, кто ищет таких профессионалов для себя, своего предприятия. Из отрывков разговоров и внимания, с которыми зрители следили за работой, было очевидно, что они восхищены мастерством конкурсантов. В числе конкурсантов было несколько женщин. На самое приятное впечатление всех осталось от участия в конкурсе молодых учеников, двух учащихся ремесленного училища номер 10 города Бречень, которые с волнением и старанием выполняли задания, поглядывая на то, как это делают соседи. Вот уж урок так урок. Себернеак Петру. Учащи школа номер 10, школа для месерии в Бречень. Что ты выбрал профессионалу? Почему? Потому что мне нравится, у меня есть аттракция в отношении ее. Что ты думаешь, ты делаешь после закончения? Я думаешь, что ты делаешь на работу, на шантию, на Кишинэу. Почему на Кишинэу, а не на Бречень? Потому что я приглашаю с фирма, Энербанк, в Кишинэу. А что думают о будущем этих молодых строителей, учителя и руководителей строительных фирм? Мое мнение в том, что у нас мало строится и еще низкие заработки, наверное, в строительстве. Ваши выпускники ваше училище? Это 56, где-то до 60 человек устраиваются на работу, остальные половина хорошие уезжают за границу. Дело в том, что раньше, когда была плановая экономика, мы знали, что будет делать и на сегодня, и на завтра, и на послезавтра. Сегодня у нас экономика хаотичная, и люди уезжают, потому что имеют сезонные виды работы. Вы бы сказали молодым строителям, ученикам, которые заканчивают и получают эту профессию? Во-первых, я являюсь куратором нашей фирмы, я являюсь куратором ГПТУ нашего, я постоянно присутствую на экзаменах. И часть людей мы берем на работу. Молодежь в будущее. И я считаю, чем лучше отпускать наших людей строить Россию, тем больше мы тратим деньги на их учебу, лучше бы они работали на нас. Но это не от нас зависит, много зависит сверху. С озвученными были мысли и у одного из опытных участников конкурса. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы строительная отрасль в Молдове развивалась? Она сейчас стагнатась. Чтобы не спотыкали ее, чтобы давали ей развиваться. Заказы есть, люди хотят, денег нет. Случился на конкурсе и курьезный случай. Одна из участниц не была готова выполнить одно из пяти заданий, и честно призналась, почему. Так что, ученики, не пропускайте уроков. В ходе конкурса во дворе магазина проходил мастер-класс по материалам и способам отделки, которые провели специалисты фирмы Супротен. Мой номер Ска Кулина, я из района Бречень, сад Куликауц, в Мунчевске и я в Кустроюка. Продолжение следует... И фото на память у своего стенда. Надо сказать, здесь было на что посмотреть. И вот настал момент объявления результатов конкурса. Первое место по результату конкурса и премия в размере 5000 лет... Вахмянин Денис! В дополнение к этому Денис получил и грамоту от министра регионального развития и строительства Молдовы Марчелла Радукану. Грамоту вручил начальник департамента строительной инспекции министерства Николай Теодоревский. Второе место Василати Артур и премия в размере 5000 лет. На третье место у нас попало два кандидата с одинаковым количеством баллов. Марина Негре и Керва Вильямин. Уже не первый год работаю здесь на северной Молдавии. Как Вы выбрали профессию строитель? Может быть не я ее выбрал, она меня выбрала. Работы не было, пошел на биржу труда, меня послали тоже на курсы. И вот лет 10-15 я уже в этой сфере. Не жалеете, что Вы избрали эту? Нет. Здесь в принципе работа есть и можно зарабатывать те же деньги, что есть за границей. А где Вы в Бричанах работаете? Кражуцы, Каракушаны, Бричаны. Мы Вас поздравляем с победой и желаем, чтобы Вы с честью защитили север Молдовы на финальных соревнованиях. Спасибо большое. Приятный сюрприз подготовили жюри и самым молодым участникам конкурса, учащимся ремесленного училища города Бричан. Организаторы конкурса, председатели жюри остались довольны организацией первого конкурса строительных отделочников Молдовы, профессионализмом их участников. Цели конкурса, по их мнению, были достигнуты. В нашей фирме, Вистаконст, сети наших магазинов, вместе с производителем многочисленных строительных материалов компании Супротен, хотелось привлечь молодых людей, которые в сегодняшние тяжелые дни зачастую уезжают на заработки за границу. Хотелось популяризировать строительные, новые строительные отделочные материалы. Хотелось сделать такие шаги, которые привели к партнерству со строителями, с производителями услуг. Хотелось заявить о себе, что мы серьезная строительная компания. У нас в Молдове есть серьезные производители отечественные, есть молодые, талантливые мастера, есть материалы. Осталось только за желанием, хотелось бы, наряду с тем, чем занимается правительство, то есть привлечение инвестиций, хотелось бы, чтобы и наши люди строились здесь, у себя, дома. Ну, во-первых, конкурс, это у нас, так скажем, первая проба, мы его провели в режиме теста. То есть, но, по моему мнению, конкурс удался. Я на удивление даже обратил внимание, что были работы очень высокого уровня качества. То есть, меня это удивило, поразило и как бы обрадовало. Но в то же время я понял, что, очевидно, мы недорабатываем, потому что есть моменты, допустим, есть материалы, которые многие не знают. То есть, фронт работ есть, и направление вот это, очевидно, выбор правильное, оно будет у нас иметь развитие по полной программе. Мы очень довольны результатом конкурса. Многие впервые увидели, что такое венецианка. Нам нужно еще немножко поработать и расширить круг специалистов, которые будут работать новыми материалами, новыми технологиями. Это то, что востребовано сегодня на рынке. Также и все присутствующие на этом празднике остались довольными. Все участники получили в подарок от фирмы «Супротен» набор инструментов стоимостью около 500 леев. Коллеги, новые знания о материалах и технологиях, зрители, дискотные карты и удовольствие от увиденного. Есть мастера в нашей Молдове, есть с кем гордиться. Дело за вами, отцы наций. А у строителей-отделочников, победителей зональных конкурсов впереди республиканский конкурс. Пожелаем им успехов. Пожелаем им успехов.